Вторая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией в Нижегородской области, если и будет, то окажется не такой сокрушительной, как первая. Об этом заместитель губернатора Давид Мелик Гусейнов рассказал во время прямого эфира в Инстаграм проектного офиса стратегии развития Нижегородской области. Самый частый вопрос подписчиков, когда ждать снятия всех коронавирусных ограничений в регионе, пока остался без ответа. До сих пор медики фиксируют рост числа новых больных, ежедневно это 120-130 человек. Поэтому власти ждут либо выработки коллективного иммунитета, когда переболеет большая часть жителей. Это нежелательный сценарий. Либо появление вакцины. Как только появится вакцина, как только пройдет вакцинация, минимум 60% населения получат стойкий ответ, то есть появится антитилак, новая коронавирусная инфекция, соответственно, можно будет говорить, что все ограничения в этой связи будут сняты. По заверениям Давида Мелик Гусейнова, вакцина в ближайшее время появится в Нижегородской области. В первую очередь в сентябре прививку от коронавируса сделают медицинским работникам. Ближе к октябрю собираются начать вакцинировать другие категории населения. В массовый оборот в России вакцина поступит в январе-феврале следующего года. У нас вакцинация в стране добровольная. Никто никого из-под палки не имеет права загнать на вакцинацию. Каждый принимает решения самостоятельно. Мелик Гусейнов ответил на вопросы о закупке рециркуляторов в школах. Эти устройства, СИЗы и антисептики должна закупать школа. Средства уделены из областного бюджета. Взимать деньги на эти цели с родителей незаконно. Также он сообщил, что если в классе появится ребенок, которому диагностируют коронавирус, класс на 14 дней уйдет на карантин и будет учиться дистанционно. Бытует в социальных сетях мнение, что с 15-20 сентября мы опять все уйдем на дистант. То есть перейдем к той форме, которая у нас была во втором полугодии прошлого учебного года. Нет, такого не будет. Значит, мы учимся очно и только очно. Но если ребенок уходит на карантин, то у него будет возможность не отрываться от процесса лечения и получить знания дистанционно. Также министр отметил, что в сентябре начнется сезонный подъем УРВИ. Медики к этому интенсивно готовятся. В ближайшее время в Нижегородской области начнется прививочная кампания против гриппа. Специалисты советуют вовремя привиться, чтобы не заболеть одновременно гриппом и коронавирусом. Их соседство в организме может привести к серьезным последствиям. По состоянию на 27 августа в Нижегородской области зафиксировано более 27 тысяч случаев заражения COVID-19. За последние сутки выявили 134 новых больных.